И это может помочь тебе, помнишь? Пока что Готика 3 немного подождет своего часа где-нибудь в темном подвале, а мы тем временем рассмотрим игру про чешского косипошу. Kingdom Come Deliverance появилась на свет 13 февраля 2018 года на ПК и консоли из-под шаловливых ручек людей из студии Warcores, а именно геймдизайнера Даниэла Вавры. Он знаменит тем, что делал первую мафию и немножечко вторую. Следует заметить, что я как истинный ценитель РПГ предзаказал сей шедевр и даже немного поиграл на выходе, словив кучу багов, плохую оптимизацию и другие технические проблемы. Давайте посмотрим, как он на меня отреагирует. Если враждебно. Немного не такой реакции я ожидал. Он, блин, канулся. Которым я, в принципе, отнесся лояльно, ведь это была первая игра этой студии. Подобным мнением могли похвастаться не все. Одни переигражуры облизывали и восхваливали игру, замалчивая о проблемах в силу своей продажности. А другие недожуры, наоборот, хаяли и материли игру, не подмечая плюсов в силу предвзятости или игрового скудоумия. И тут на сцену выходит месье Бебей с его неоспоримым и всегда справедливым мнением, дабы вставить свои пять копеек. Потому что я тоже своего рода игражур. Поэтому, дабы не портить себе первое впечатление от игры, я решил подождать патчи, чтобы потом спокойно пройти ее и не беспокоиться по мелочам. Разработчики потратили почти больше полугода на исправление, но большему количеству потенциальных игроков это не сильно помешало. Так как, не сталкиваясь с какими-либо проблемами оптимизации, они спокойно прошли игру на выходе. Мы люди простые. Играем спокойно и багов не видим. Сейчас же мы данную игру будем проходить на Xbox One X, ключики которой нам любезно предоставила компания Бука. Чмок за это во все незагорелые места ваших милых представителей. Карл IV, кёниж Боэмэн и кайзер Хайлиген Ромишен Райхес. Стоп. Не пизди. История переносит нас в эпоху Священной Римской империи. А конкретно в момент смерти короля Чехии Карла IV, у которого остался сын Вацлав. Этакий типичный Васян, который вместо того, чтобы поднимать целину, любил больше баб помацать, а может и не только баб. А из-за того, что он не пришел на собственную коронацию, на него ополчились Папа Римский и местная имперская знать, которая впоследствии стала искать поддержки у его сводного брата, венгерского короля Сигизмунда. Сиги был парень непромах, поэтому прочувствовал ситуацию и осознав, какой тут можно словить гешефт, похитил королька. Заставил отречься от престола, а потом начал узурпировать страну, чтобы обеспечить себе больше власти, денег и вообще тут какой-то Total War Warhammer начался. Бычок с большим войском наперевес вторгся в богемию и начал грабить землю, принадлежащую сторонникам короля. Тут и начинается история нашего главного героя. Как вы уже заметили, в настройках я поменял язык озвучки с английского на немецкий, потому что, ну вы знаете, немецкий дубляж самый лучший дубляж в мире. Ну а еще потому что тут нет чешского языка. Честно сказать, это до сих пор немного странно, что игра, выпущенная чехами, про чешскую историю, не на чешском, а на английском. И этот язык тут до неприличия мерзкий, так как содержит кучу англицизмов, которые убивают весь европейский шарм. Ладно, хватит с озвучкой, перейдем к выбору режима игры. Я, как истинный иуда-ареец, беру жесткий режим, потому что это именно тот режим, который гарантирует вам самое что ни на истру ли чехан экспириенс. И если вы прошли игру лишь на обычном режиме, то вынужден вас огорчить, что это не считается. Все, хватит, бубу и ля-ля, начинаем игру! Неожиданно, но приятно. Вау, можно ли считать, что я заспидранил игру? Нет? Ну ладно. Надеюсь, со второй попытки мне повезет больше. Ей, я выжил! Примерно то же самое сказал мой прадедушка в сорок пятом году. А если без шуток, то я, когда впервые проходил эту игру на стримах, был немного ошарашен таким подходом к хардовому средневековому режиму игры. Ну... Да, ну а чё бы не, давайте попробуем жесткий режим. Это слишком жесткий режим, я вам хочу сказать! Я, конечно, ничего не имею против хардовых режимов, но тут мне чё-то даже шансы не дали. Так как мы играем на харде, нам в подарок в обязаловку даются два перка Которые будут усложнять нашу и без того невеселую жизнь колесианского сына Самый оптимальный выбор здесь это перки клаустрофобия и глисты Потому что, во-первых, это прямо как в жизни А во-вторых, у меня в детстве тоже были глисты Когда я случайно во время купаний в нашей речке вонючки хлебнул грязной воды И это было ужасно, так как маман меня лечила литрами на стойке из полыни А она горькая, очень От глистов ты хочешь и будешь постоянно жрать А клаустрофобия проявляется при напяливании шлема забралом Но это нам грозит еще не очень скоро При желании мы можем взять себе больше перков Но так как я тут не вижу перка еврей и ютубер А перк тупица просто убогий, так как люто срубает получаемый опыт Я буду начинать игру с этим комплектом Сквозь леса и опушки, играя в хорошие игрушки Нас переносит в серебряную скалицу Скалица, скалица, скалицу Это все лишь коцена, ща-ща-ща Как мы видим, жизнь бьет ключом в этом тихом и беззаботном месте Долгоносик еще не пожрал посевы Как и чума местных работяг Тут вам и ламповые хибары, и шахты, и рыжий из Иванушек И просто приятная деревенская атмосфера уюта с примесью колхозной рутины Нас знакомят с приятными персонажами, родителями нашего главного героя Батя работает кузнецом, и сейчас его задача сделать уберсавлю для какого-то важного пана Однако ему нужна помощь в этом деле А его сын, по совместительству главный герой этой игры, сейчас дрыхнет после вчерашнего Бухича И тут, милости прошу Знакомьтесь с нашим главдебилом Это Индро, он же Инджрих Он же Генери в английской версии Хайнерих в немецкий Гойский выпередаш в еврейский Амшигар в казахской И Секен Нерсе в латинской Клятые родаки не дают мальчику нормально покемарить и заставляют идти работать И тут начинается геймплей Для начала игра дает нам возможность создать какой-никакой билд Из разговора с матерью мы узнаем о том, чем Коси позже занимался вчера вечером Постепенно вкачивая очки в нужные нам характеристики Как истинный разумист кидаю всю силу Ибо в средневековье самым важным показателем считаются твои умения постукивать юдишек После прокачки можно побеседовать с маман И узнать некоторые подробности из жизни этих средневековых роднеков Теперь же пора ознакомиться с механиками игры Распихиваем по карманам все, что не прибито к полу А еще наш Инджрих умеет хранить штанах тарелки с похлебкой Прямо как его европейский ауешный потомок Хрючим из котелка Также надо наведаться в кладовку А вот и морковка Говорят, от нее писка растет Стоит заметить, что заворосто тут по головке не гладят Так что постарайтесь прокачать скрытность как можно раньше И меньше попадаться на глаза Хотя вы вполне можете забить болт на воровство и быть благородным няш-мяшем Плотно завтракаем, так как глисты дают о себе знать И двигаем к батяне Индрих, дубист грозд имбициллинг Варум бизду соуступит ретард Отче, как истинный славянин отправляет мальца метнуться кабанчиком по делам Купить мешок угля и забрать крестовину из замка для меча Но денег он нам не дает Вместо этого он предлагает собрать долг с одного из бывших клиентов, некого куниша Ну а на остаток грошика взять батьки холодненького пенного напитка Прям из погребка местной харчевни Где работает Тян Попислава Для начала идем за крестовиной Тут я потихоньку начинаю ловить флэшбэки из своих предыдущих прохождений Да, как бы, есть проблемы из-за минималок, но все же О, охранники Давайте с ним поговорим Яник, Ярослав Ну типичный, типичный Ярик Ну смотрите, типичный Ярослав Это Яник, ну он такой, знаете Давайте поговорим с Яником Ребят за год вообще не помотало Такие же типичные европейские украинцы Из беседы с ними мы потихоньку начинаем понимать, что из себя представляет Индро Ребята с радостью отдают крестовину, но беспокоятся, что кривожопый косипоши все испортит Это первый звоночек и он достаточно тревожный Забираем запчасть и двигаемся в сторону рынка На площадке неподалеку от Корчмы находим фейхмейстера Ваника, который обучал вчера героя драки на мечах А поскольку мы никуда не торопимся, а дела могут подождать, просим дать нам еще один урок боя, где мы впервые столкнемся с местной боевой системой Честно говоря, подробно описывать местную боевку это сложный геморрой Поэтому поясню вкратце Во время боя наша камера таргетится и закрепляется на противнике Поэтому мы спокойно можем двигать мышкой или стиком, замахиваясь мечом и нанося удары по врагам Можно бить с разных сторон, но чем больше мы учимся и практикуемся, тем больше мы выучиваем комбинации ударов Которые позволяют убивать эффективнее Теперь идем выбивать долги из Куниша, деревенского неудачника-алкаша Мы просим по-хорошему, но Булдыга ведет себя агрессивно и по-бедландски Иди отсюда Отвратительная рожа Теперь мы становимся свидетелями местной механики красноречия и убеждений На нашу речь влияют три главных атрибута Первый это умение болтать, которое растет во время вообще всех разговоров с персонажами И даже когда Инджрих разговаривает просто сам с собой Остальные два атрибута обозначают нашу внешность, которая тоже влияет на убеждения Сердечко это наша привлекательность, которая зависит от нашей чистоты и дорогого шмота А мечи означают Нашу устрашающую внешность, которая зависит от брони и надетого на нас оружия И тут я сразу же хочу отругать игру за то, что не всегда понятно, что намерен сказать наш главный герой Когда мы выбираем тот или иной вариант диалога Вот вроде бы я хочу сказать, что долги нужно платить Но Казипоша просто берет и говорит не очень приятные вещи Сразу видно, что учился красноречию по наскальной живописи и версус баттлом Само собой Куниш тригерится на такое неуважение и говорит, что набьет наш жевальник И самое обидное, что он берет и набивает Обычный игрок убежит, поджав хвост, но не я Куниш, время второго раунда Не, ну я так не играю Свежий и здоровый, ведь мама поцеловала где Бобо И теперь мы способны пойти и снова попробовать дать Кунишу по пятой точке Удар, удар, еще удар, опять удар И вот, Борис Бутгеев, Краснотар проводит апперкот Что самое забавное, мы его так и победили, но он взял и убежал Зато теперь мы можем зайти к нему домой и забрать папкины, инструменты Но вот беда, сундук закрыт на ключ В этой игре мы имеем возможность взламывать замки Но для этого само собой нужны отмычки, которых у нас нет Так что подробнее об этом чуть позже В поисках приключений ковыляем к Орчме Где мы можем наблюдать типичные посиделки абреганов Затирающих за политоту Местный хер немец пытается всем упорно доказать Что ситуация с узурпированием страны царем Сигизмундом Это очень даже хорошо Ведь он тот самый, кто наведет стране порядок И вообще он пацан классный, не то что Вацлав Сисибой Следом мы знакомимся с обязательным атрибутом каждого малолетнего косипоши Это друзья-дебилы Друганам Индро слова немцы явно не по душе Они считают, что подобные высказывания в сторону их короля Это как минимум измена, за которую должно следовать заслуженное наказание И они решают справедливо закидать говном только что отбеленный домик немчуры Эх, патриоты Времена идут, а методы не меняются Инджрих, конечно, ведет себя как типичный сикич И пытается соскочить с темы Но в конце концов, ребята ставят его перед выбором Да или нет По лицу молодого человека можно понять, что этот насыщенный на приключение день Уже изрядно его подзадолбал И он бы рад пойти в харчевню, пожмякать свою дивуля Но если рассуждать логически Мы можем извлечь из данной ситуации неплохую выгоду по-еврейски Говорим ребятам, что с радостью поможем Но затем они должны будут нам помочь Отобрать вещи у куниша Дружно двигаем в сторону хаты Где на скамейке рядом с халупой замечаем жену немца Пацаны дружно решают, что харизмы и ораторские способности косипоши Могут сотворить чудеса Поэтому без разговоров отправляют нас Мы с радостью это сделаем Но сначала я говорю с одним из ребят по имени Фрицек И прошу у него пару отмычек Потому что не знаю, как остальные игроки Но я буду тут взламывать и воровать все, что только можно Теперь уже идем к жене немца И рассказываем ей, что муженек чуть ли не бунт поднимает в кабаки И подговаривает всех против нынешней власти Мадам убегает за нерадивым супругом А мы с друзьяшками начинаем веселиться Кто-то может пошутить Мол, вот это раньше веселились Не то, что сейчас Но поспешу вас перебить И сказать, что подобные методы веселья Все еще доступны в деревнях В странах третьего мира И в стим Внезапно веселье Прервал сын немца Прибежавший сюда со своими сморщенными яичками И как вы можете полагать Назревает конфликт Драка начинается Мы за компанию со своими ребятами Начинаем бить врагов, что есть в мочи Пока вдруг не припегает некая Тян И говорит, что тут вот-вот будет участковый И поэтому мы вынуждены мигом ретироваться отсюда Теперь мы наконец-то вместе с друзьями Можем дать кунишу по роже И в этот раз он уж точно не убежит Алкаш отдал нам ключ от своего сундука Но я им не воспользуюсь И попробую взломать его Чтобы хоть немного прокачать взлом И заодно вам рассказать Как тут эта механика работает Для начала вам надо найти отмычкой больную точку в замке А затем крутить всю эту срань Стараясь не выходить из границы больной точки Метод, конечно, немного срамный Но я вам гарантирую, что пара-тройка замков И вы будете щелкать их, как орешки Кириешки Только будьте осторожны При неправильном взломе шуму будет, что караул И вас вполне могут посадить в тюрячку Кстати, на этих локациях Если вы будете вести себя как мудень и рецидивист Есть вероятность получения альтернативной концовки Например, я от нечего делать Решил потренировать свои навыки боя Методом Рокки Бальбо Вдруг прибежал злой коррумпированный оборотень в погонах И отпиздил меня И, ну, сами смотрите Помимо этого, есть еще одна вещь Которую я хотел вам рассказать Пока вы находитесь в скалице Я вам крайне рекомендую собирать все травы Которые здесь растут Дело в том, что у нашего героя есть много атрибутов Которые мы можем прокачивать И один из них Это травничество Но зачем, спросите вы меня Дело в том, что с каждым новым уровнем травничества У нас увеличивается количество пучков Собранных за один присест При большом количестве собранной травы Мы получаем перк Который перманентно увеличивает нашу выносливость Так что, не выходя отсюда Вы можете прокачать травничество до 10 уровня И дополнительно выбрать перк Который будет качать вашу силу При каждом сборе цветочков Тем самым я заявляю Что наш Инджерих вполне заслуженно заработал Титул цветочный косипоша Ладно Теперь мы идем на рынок Где нам надо поболтать с углежогом И впервые столкнуться с механиками бартера В принципе, тут действует система А-ля первая готика Мы просто кидаем в одно окошко вещи Которые хотим купить и продать А затем либо мы доплачиваем Либо нам доплачивают Но, тут в отличие от других игр Есть один момент Который мне очень и очень по душе Мы можем торговаться Буквально Так что, эта игра теперь официально получает Плюс 2 балла в финальной оценке От бога избранного народа Займев в кошельке местную валюту Под названием гроши Мы двигаем в корчмо Здесь работает пассия Нашего главного героя Бланка И следует заметить Что его Джаред Еще не бывал в ее сабве Потому что Ну, кто ему даст Ну, вы посмотрите на него И из этого следует Что наш мальчик Все еще не полноценный мужчина Как и 90% аудитории Нашего канала Покупаем у нее кувшинчик Не фильтрованного А в бонус получаем Спасительный шнапс Тут я просто обязан Прояснить за механику От которой у многих Неподготовленных людей Сгорела гузна Дело в том Что в этой игре Сохранение работает Совершенно иным способом Вы сохраняете игру Когда спите в своей постели При выходе из игры И когда пьете Спасительный шнапс И как бы я ничего не имею Против подобного Но было бы правильнее Засунуть эту механику Лишь в сложный режим А в обычном режиме Дать работягам сейфскамить Сколько душе угодно Все Дела сделаны Съем холодный пивасик В карман Берем ноги в руки И мчимся к бате Пока Пиво Невское Не стало теплым Как моча Ишака И невкусным Как очаковское Отдаем батьке вещи И начинаем помогать В кузнице Есть какая-то эстетика В наблюдении За такой простой Средневековой Суетой Разрабы тут Конечно Постарались Батя и сын С восторгом Изучают крестовину Для меча И подмечают Что это будет Их лучшая работа Во время крафта Старший не упускает Возможности Отчитать Индра За то что тот Закидал дом немца Говехами Он считает Что это такой себе Поступок И вообще По жизни Лучше действовать Не силой И негативом А словом И позитивом Короче Сразу видно Батя уже Немного выжрал Прохладненького Из погребка Так слово за слово Доделывается меч И как вдруг Откуда не возьмись Появляется писечка По имени Тереза Которая пришла За гвоздями И она если честно Будет посимпатичнее Бланки Приносим ей гвозди И продолжаем Работу После легкого теста Уже готового меча Приходит заказчик Коим является Весьма важная персона Пан Кобыла Рацик Он с радостью Лично тестирует меч И даже предлагает Косипоши Попробовать Помахать сабелькой Правда Ну Лучше бы Не давал Панцы Своим френдом Ливают Батя сын И спорят Что пиздюк Должен оставаться Дома А не пытаться Записываться В странники Ибо стоит Ему высунуть Нос Из родительского Гнездышка Как мигом Словит сливочный Полбу И спорили бы Они дальше Как вдруг Случилась Трагедия Испанцы На скалицу Напал Сигизмунд И его Армия Сморчей Тут-то сюжет Закручивается Как Фиджет Спиннер Отец Говорит Сыне Брать вещи И текать В замок А он Пойдет И спасет Маман Которая Тарится Ряженкой На рынке Тем временем Воины Прорываются И рубят Всех Фаршмак Крики Брызги Дерьма И ужас Происходят В скалице Но самое страшное Далеко не это Отец Из последних сил Защищает Маман От бетардов Но тут Прибегает Розенбаум Рубит Работягу Как свинью На ярмарке А следом Маму Тербанят На части Вражеские Анархисты Однако Ни Сигизмунд Ни солдаты Ни усач Даже Понятия Не имеют Какого Монстра Они породили Этими Поступками Инджерих Стоял И смотрел Как его родители Буквально Раздраконили В мясо Что же Происходило В его голове Какие Химические Процессы Одолевали его И без того Пришибленный Разум И сейчас Я Словно Начинаю Психологический Анализ Этого Персонажа Ведь По моему Скромному Мнению Под конец Этой Истории Вы будете Абсолютно Уверены Что тот Шалопай Индро Которого Мы знали Имеет Все права На нахождение В десятке Самых Лютых Злодеев За всю Нашу Историю Не успев Еще осознать Что случилось У него на глазах Он бежит Сломя голову В замок Но слишком Поздно И буквально У него Перед носом Крепость Закрывают И велят Бежать Окопами В Тальмберг Дабы Предупредить Остальных Касипоша Слегка Под шофе После Сохранения Игры Бежит По тропинке В ужасе Выдавливая Подливу Пробегая Мимо домов Замечаем Как три Печенега Домогаются До Терезы Только Не в мою Смену Нападаем Сзади Акири Кимару Переманиваем Внимание Болгар На себя И улепетываем На коняки Что есть духу Ачивка Кавалер Открыта Сгорем Пополам Со стрелой В ноге Доезжаем До Тальмберга И рассказываем Местным О том Что скалицу Сожгли Местный Прапорщик По кличке Борик Перевязывает Нас И отводит Главе Тальмберга Пану Дивишу Из разговора Становится Понятно Что войска Половцев Принадлежат Сигизмунду И с сожжением Скалицы Они не остановятся Поэтому Следует Быть Начеку Пан Боря Отправляет Нас На кухню Пожрать Здесь Добрая Паня Дает нам Еды И отправляет Не на конюшню А кихолопа А в теплую Старошку Среди ночи к нам врывается Паня с едой Так что есть возможность Прокачать Красноречие Рассказываем ей Какой мы молодец Как отцу помогали Как спаслись И вообще Жизнь не сахер За что получаем Поебалу Плюс 10 К уважению И плюс 10 К карме В ответ Паня Рассказывает Свою историю О том Как ее муж Пан Дивиш Сидел в темнице За то Что однажды Не вывез За базар Бедной леди Пришлось 7 лет Копить деньги На выкуп мужа А в итоге Вместо черноволосого Красавца С телом Аполлона Видит Седовласого Старца С потрепанным Очком И ауешными Историями Мы конечно Можем подкатить К ней Со словами Милфы С возрастом Только слаще И вообще Она будет покруче Тут всяких Но на этом Нас останавливают И мы продолжаем Дальше свой отдых Теперь уже Пан Борька Будет нас Мы вообще Хоть чуть-чуть Поспим сегодня Дозорные Увидели Отряд Идущий Со Скалицы Так что Надо пойти Разузнать Там все Как оказалось Это был Пан Рацик С отрядом Людей Которые Успели В свое время Спрятаться В замке Он вел Людей В замок Вратаи Где можно Укрыться И на всех Хватит места На будущее Рацик Советует Дивишу Особо Не выкабениваться Перед татарами Иначе Судьбу Скалицы Может повторить И Тальмберг Также Пан Рад Что Индро Жив Но совершенно Недоволен Что полоумный Вместо отправки Вратаи Решил сначала Похоронить Родителей Редактор Отряд медленно уходит, а мы остаёмся на ночное дежурство на стене. Местный парнишка обучает нас новой механике ожиданию, время в дозоре пролетает незаметно, внезапно откуда-то раздаётся звук рога, и нам как бы сама игра намекает, давай беги на звук, но пока все убежали, надо пойти проверить кладовые, вычищаю всю оружейную, а затем направляюсь в дозорную башню. Вы спросите, зачем это всё? Ну блин, в этой жизни надо уметь вертеться, а с моим интеллектом и красноречием тут есть возможность проворачивать только такие делишки. Тут-то и происходит первый случай полоумия нашего героя. Мы видим мирно спящего стражника, и без какого-либо зазрения совести и откликов морали, Инджерик душит беднягу во сне, а затем хладнокровно добивает голыми руками. О чём ты думал, Индро? Почему ты считаешь, что можешь просто так отнимать жизни ради достижения своих целей? Ты болен? Тебе нужна помощь. Но кто поможет сумасшедшему в средние века? Ладно, мы сняли с него дорогущие доспехи, и тебе надо избавиться от трупа, пока никто не увидел. Чёрт! Чёрт, жирненький стражник. Зараза, походу этот переход между этажами сделан строительной компанией Заваруда. Теперь с чистой душой двигаем на стену и наблюдаем замечательную картину. Продолжение следует... Сигизмунд, как оказывается, ищет пана Рацико, того, кому батя ГГ делал меч. Этот рыжий, якобы подстрекатель, идёт против нынешней короны. Поэтому король со своей атакой неспешно прибыл к Таленбергу узнать, не спрятался ли этот шельму у местных. Дивиш ясно даёт понять, что тут никого нет, и вообще он выбирает нейтралитет. Войско разворачивается и медленно уходит, пока тёплая поодлива бежит между ног у селян от размера этого войска. Подходим к пану Борику за благословение сбежать в Скалицу, но нам говорят НЕТ! Переодеваюсь мёртвого стражника, забираю свою лошадь и спокойно прохожу мимо поста охраны, вперёд навстречу приключениям. Оказываемся на сожжённых родных землях. Все люди мертвы, и горы трупов лишний раз тригерят хрупкую психику нашего героя. Мы же, стараясь не задерживаться, добираемся до Скалицы, убивая мародёров по пути. Среди них даже оказался Варамир. Наше родное гнёздышко разграблено, а бедные соседи мертвы. Находим бланку. Забираем у неё кольцо на память, стреляем ей в лицо, делаем чайный пакетик и обнаруживаем наших родителей. Сын шепчет им на ушко, как отомстить за них и что он запомнил того усача. А ещё как ему плохо и за что всё это свалилось на бедного шалопая подростка. Теперь их надо закопать, но для этого нам нужна лопата. Неподалёку находим Сбышика, который пытается отбиться от собаки лопаты, которая по счастливой случайности нам так необходима. Прописываем это Ларикрофт по личику, забираем инструмент и чапаем копать могилу под липой около дома. Идём забирать тела, но не тут-то было. Этот мелкий гадёныш привёл с собой каких-то разбойников, против которых нам точно не вытащить Солянова. Самый крупный бандюга по кличке Коротышка требует наш меч. Но вы сами понимаете, что никто не собирается его отдавать. В итоге толпа месит ГГ, меч забирают, нас обоссывают и уже собираются пустить на беляши, как вдруг происходит Деус Экс Машин. Внезапно появляется Тереза вместе с добрыми витязями, которые спасают гузна Индро. Но, к сожалению, часть гопоты успела сбежать с мечом, а мы проваливаемся в кому от ударов по голове. Тут заканчивается пролог и начинается наша игра. А на этом заканчивается данный видеоролик, мои дорогие друзья. Если хотите, чтобы следующая серия вышла как можно скорее, то ставьте лайк по данным видео. Конечно, это никак не повлияет на скорость написания текстов и монтажа в сраном премьере, но зато повлияет на мой м***ь и желание высирать ролики на радость вам. А на сегодня все, мои дорогие друзья. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok